Вот самый педступ у меня был этот бой, нашумевший бой, Чибис с Баваром. Чибис с Баваром? Я работал в Абу Баваро, там очень было тяжело. Мы работали в четыре руки, это было все. Со сборными ездят катнами, но судьи и рефери при виде крови останавливают бой и снимают боксерцы. Смысл такой, я не понимаю. Класс, морилки, часики. Часики, да, часики, часики, да, с вазелином. Вазелиновые часики, ребят. И вот рейпировал Риду Санчес, и Риду Санчес рейпирует очень своеобразно. И мне нужно что-то чуть-чуть получиться. Да. Причиндалы тейперские мои. Чипсы Принглс. Чипсы Принглс, да, чипсы Принглс рулят, да. Слушай, знаешь, на самом деле, на кулачке каждый бой запоминающийся, честно скажу, потому что домой потом приходишь. Тебе еще пару дней в флэшбеке догоняют. На всякий пожарный ношу с собой тоже. Я думал, можешь с собой. Ношу с собой вазелин в шприце. Выстрелить, чтобы в глаз. Всем бокс, братва, с вами Рома Михайлов, YouTube-канал Всембокс, и сегодня у нас неожиданная рубрика и неожиданный гость. Представитель профессии, называемой как катман. Катман, это кто такой? Это кто шьет изделия из кожи на живых людях. Хорошая интерпретация. Прошу любить и жаловать. Паша. Паша, расскажи вообще. Кто такой вообще катман? Многие смотрят, а я думаю, даже не понимают. Кто это за человек? Катман, это... Да, еще раз всем привет, ребят. Катман, это человек, который... Если мы говорим именно о катмане, это человек, который во время боя помогает бойцу, боксеру, вернее, в перерывах между раундами помогает ему с травмами лица, так скажем. Мы убираем кровотечение, останавливаем рост гематом, кровь из носа тоже к нам, все, все такое. И есть еще одно ответвление в профессии катман, это тейпер. Ну, то есть катман включает в себя как бы всю специфику, но есть люди, которые специализируются на работе с лицом, есть-то только делают тейпы и с лицом не работают. Вот такое, подожди-ка, то есть я такого не знал. То есть можно быть просто катманом, можно быть типа тейпером просто, то есть это самое получается, но это как ответвление, то есть это часть работы. Ну, типа того, это показывает, ну, твой профессионализм, в первую очередь. Если ты можешь делать и то, и то, то круто, если ты только работаешь с лицом, то как бы... Ну, смысл в команде держать у боксера, держать там двоих человек, один делает тейпы, другой работает с лицом. А вот каких, интересно, больше людей, которые делают тейпы и не могут работать с лицом? Или которые могут работать с лицом и не могут делать тейпы? Да нет, зачастую... Зачастую это такое больше, ну типа поверхностное ответвление. Ну, мы его, наверное, даже внутри профессии как-то так можем разделить. А вообще, в целом, как бы, практически все и тейпы делают, и с лицом работают. Просто кому-то, ну, не прикольно работать с лицом. Кто-то, не знаю, может быть, брезгует, кто-то только руки делает просто и все. Ну, вот сейчас, так скажем, профессия чуть разрастается, и очень много встречаешь молодых ребят, которые на бокс приезжают и только руки делают просто со своим каким-то боксером. Тренеры делают только... Потому что разрешили сейчас еще и даже в любительском боксе профессиональный тейп уже. Даже не разрешили, а обязали. Ну, слава богу, но обязали. А раньше они обязывали двухметровые два с половиной метра вот эти вот бинты. Как можно было забинтоваться двух с половиной метровым бинтом? Я вообще не представляю. Безопасно. Нет, ну, как бы, можно. Тут, главное, как бы, все гнущиеся детали поверхности кисти зафиксировать просто и все. Детали, сказал. Детали. Для него это просто детали. Детали, да. А какая тебе вот часть работы больше нравится, получается? Работа с лицом или работа с руками? Слушай, я кайфую от того и от того. Всегда разная работа. Вот, казалось бы, да, например, возьмем боксерский тейп. Ты делаешь каждый раз, вроде бы, фактически одно и то же, но всегда разное. Руки разные, тейп, соответственно, под каждую руку разный. Ну, я, например, делаю, как минимум, у меня там три разных вида боксерских тейпов. Кому-то такое подходит. Это только, ты имеешь, что это только не то, что мы не говорим там, что на колоках, на голах, на боксах. Да-да-да, боксерский тейп я делаю разные. Под разные перчатки чуть-чуть разный тейп. Где-то манжет короче, где-то манжет длиннее. То есть, это тоже интересно. Я вот, например, раньше не думал об этом, что ты еще и перчатку. Не только анализируешь кулак боксера, получается, но и перчатку. В первую очередь перчатки. То есть, ты смотришь по заполнению, да, сколько там места, да, Андрей? Ну, смотри, есть перчатки, так скажем, которые идут, допустим, клеторейс. Да, это мексиканские перчатки, которые с мексиканским волосом. У которых, которые очень жесткие, я бы сказал, такие убойные. У них вся набивка вот здесь наверху, вот здесь внизу. Вот здесь вот у них мало набивки конского волоса, очень мало. И, соответственно, чтобы не бить голым кулаком, здесь подушечка должна быть чуть-чуть такая, как бы, побезопаснее. Побольше, да, поплотнее. Есть перчатки, например, самые такие, которые мне больше всего нравятся, это вот Rival. Они идут, у них там двух-трехслой, вот это ЛХ, там внутри. Я не сильно силен прям вот в этих перчатках. Вообще в целом, как бы, да, не профессионал по перчаткам, так скажем. Знаю, там, как бы, какие особенности есть для моей личной работы. Но именно внутренние моменты я, как бы, не особо в них секу. Ну, например, есть стандартные перчатки, под которые ты делаешь, как бы, стандартную конструкцию. Небольшую просто подушку и все. Ты знаешь, там все защищено. Ну, в плане ударной поверхности. Главная твоя задача защитить все. Ну, и плюс, как бы, конечно же, ты узнаешь, где какие были травмы. Уже индивидуальный подбородок. Да, да, в любом случае. А как происходит вообще вот эта встреча катмана и бойца? Как они находят вообще друг друга? Ой, вообще, изначально у меня начинало все с инстаграма. Я узнавал, что есть какой-то турнир. Например, мы постоянно работаем на шаннобоксинг. Я просил не скидывать карт. Я начинал по карту. Просто прям нарабатывал себе клиентскую базу. Садился в инстаграме, искал и писал. Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Хотел бы с вами поработать. Доставляю такие услуги за такую-то стоимость. Да, но поначалу это было бесплатно, конечно. Приезжали просто. Свободная касса и поехали. Набивали руку. Вот. Списываешься. Кто-то говорит, что надо, кому-то не надо. Кто-то вообще просто игнорит. Они в подготовке тебе. Им не до тебя вообще. Потом постепенно ты обживаешься, соответственно, обрастаешь какими-то связями, знакомствами, менеджеры. Кто-то порекомендовал. Обмен контактами. В принципе, я думаю, как везде. Ну, зачастую это изначально начиналось все с инстаграма. А так уже как бы дальнейшем начинаются рекомендации. И как, в принципе, боксеры? Они вообще меняют часто Катманов или нет? Я думаю, что нужно смотреть на уровень боксера, в первую очередь. Боксеры хорошего уровня. Они работают со своей командой и доверяются. Ну, это же единственное их оружие. Они его доверяют только одному человеку. И с ним двигаются на протяжении всей своей карьеры практически. Есть, конечно, прецеденты, что меняются Катманы. Бывают там случаи, что просто по каким-то обстоятельствам, как, например, карантин был или еще что-то. Катман из другой страны, например, не может приехать на бой. Не получается. И, соответственно, берут другого. Бывают разные обстоятельства. Но зачастую молодые боксеры вообще не понимают, зачем нужно Катманов. А потом, может быть, посмотрел, думаю, тот был все-таки нормальный. Возьму опять того. Всякое бывает. И, как бы, в этом случае приходится быть лояльным. Ну, как бы, человек имеет право выбирать. Почему нет? Да. Слушай, а с кем ты, получается, работаешь больше? Какой у тебя рекорд? Какие у тебя бойцы, с которыми вот... И сколько лет ты уже вместе? Так, сколько лет? Так. С Федором Чудиновым я с 19-го года. Я с ним не работал один бой. Были там свои обстоятельства. Вот, с кем еще? С Муратом Гассием. Я пока один бой отработал. Надеюсь, мы с ним уже надолго. Последний бой вот? Да, последний бой. Последний бой, да. Последний бой, да. Только вот начали отработали. Все нормально. Но очень долго, конечно, я подготавливался к этой работе. В каком смысле рассказывать? Ну, он очень долго тренировался в Штатах. И вот тейпировал Эбель Санчес. И Эбель Санчес тейпирует очень своеобразно. И мне пришлось чуть поучиться поискать видео. То есть, ему реально нравилось, как именно Эбель Санчес его тренировал? Да. Или он привык просто? Именно он тейпировал очень так интересно и хорошо. Да, да, да. Может быть, это какое-то отношение к жестким ударам имеет? Что Эбель Санчес, мы говорили про него не раз, что он строитель, все это прокладил, что он боксеров портит. Какие-то моменты были у него? Я могу сказать, что по беседе с Муратом Гассиевым, он о нем очень хорошо отзывался. А почему тогда у них расстались? Не знаю. Это внутренние моменты, которые меня не касаются. Я знаю, что он очень хорошо отзывался о нем, как минимум, и он говорил, что точно говорим, что руки он делает очки. И хорошо ягодит. А что вот еще касается делания хорошо рук. И вот мы с тобой уже затронули любительский бокс и такая мысль. Во-первых, замечаешь, сейчас стало реально больше стало нокдаунов и нокаут в любительском боксе. На раз просто. Учась был, знаешь, Олимпиада, мир, Россия, там люди падают реально. И такая мысль проскакивает. Да, там говорят, там идут изменения в перчатках. Какие-то наконец-то. Ну вот это вот убирают, анти-шок. Вот это вот. Ударишь руку, сломаешь себе. Вот такие перчатки убирают. Враги бокса. Что может быть связано с тем, что там еще и профессиональный тейп теперь стал? Ну, сто процентов. Как бы картинка боя вообще изменилась. Плотность боя поменялась. Сперва сняли шлема. Уже плотность боя изменилась. Да. Люди, ну, боксеры уже перестали меньше. Более точечная работа. Ну, как бы если ты смотрел Олимпиаду, то есть там все вот... Короче, я посмотрел бои на Олимпиаде. Так, маленькое ответвление. Потом на контрасте. Включил Тищенко Алексея. Кайфанул от бокса. Выключил. И пошел вести тренировки. Поменялось. Сняли шлема. Изменилась плотность боя. И, соответственно, сейчас ввели обязательное тейпирование, дабы сохранить на этапе любительской карьеры боксеров, сохранить им руки. Такое счастье, что они наконец-то это... Что-то сделали. Это очень круто, но... Следующий шаг надо делать. Это перчатки уже. Перчатки, перчатки, перчатки делать, да, нормальные. Перчатки менять. Да, потому что это просто жесть. И вот даже на самом деле были нормальные перчатки, там, условно говоря, были года в шлемах. Там 80-е, там, условно говоря, 70-е, 80-е были года в шлемах. И были нормальные перчатки, и там люди падали просто. Падали, падали, падали. В шлемах. В шлем просто защищал важные места, но там падали люди. Нормальные перчатки. Дело не в шлемах, а в перчатках нормальных, конечно. Чтобы нормально было. Да, шлема больше, наверное, были для того, чтобы там не было личных там сечек и столкновений головами. Ну да. Сейчас сечек стало больше реально в боксе любительском. Но, тем не менее, сняли шлема, сечек стало больше, но правила судейства не поменяли. То есть, уже в углах есть катманы, со сборными ездят катманы, но судей и рефери при виде крови останавливают бой и снимают боксеров. Смысл такой, я не понимаю. Ну, то есть, уже ввели тейпы, сняли шлема, есть обязательно катманы, приглашают со сборными, едут, которые там ремонтируют. Ну вот, кровь увидели, сечка. Часто, очень часто снимают. Даже полуфинальных, финальных боятся? Ну, полуфинальных, финальных не могу сказать, не помню. Не помню на своей памяти, что постанавливали. Ну, я, признаюсь, не все успеваю смотреть просто. Наверное, я мог что-то выпустить, конечно. Ну, это нужно сидеть и целый день там сидеть, смотреть. Но то, что происходит на любительских соревнованиях, точно разного уровня. Что берем городского, областного, российского, международного. Так я не понял, это что теперь сказали, все на любителях должны, ты говоришь, да? Бинтоваться по профессиональному. При этом 90% и трениров всех, они не знали даже, как это делать. Что сейчас в России, бум, все учатся, как гостей, все тренировали. Конечно, конечно, конечно. Индустрия набирает свои обороты. Там даже больше гласит в правилах, я сам просто читал, что боксеры от регионального уровня на всех региональных соревнованиях должны быть затейпированы и организаторы соревнований должны предоставить материал, обеспечить как минимум материалом для тейпирования. А еще лучше, конечно, посидеть человека, который все это делает. Движение, получается, идет хоть куда-то, это хорошо. Слушай, такой вопрос. Ты работаешь не только на боксе, где ты еще работаешь? Расскажи. В каких дисциплинах? В дисциплинах. Ну, изначально, да, был бокс. Я сам просто выходец из бокса, поэтому он мне ближе все равно, как ни к руке, душой и сердцем. Второе, в чем начал работать, это МММ. Смешка. Не очень нравится мне, если честно. А тейп, кстати, отличается? Тейп отличается... Вот интересно, тейп боксерский от МММ, чем отличается? Ну, во-первых, подушка маленькая, там, манжет маленький, плюс там чуть посвободнее большой палец остается, чтобы они могли бороться, чтобы захват там не мешал. Но есть там свои моменты, нюансы. Он не должен быть таким, там, громоздким. Он маленький, маленький, аккуратненький. Такой, под перчатку, под другую, соответственно. Ну, не понравилась ты, да, ММММ? Мне не понравилась больше вся внутренняя атмосфера. В соревновании? Да. Ну, вот боксеры всегда на месте. Они дисциплинированнее, на мой взгляд. Я не хочу никого обидеть, но, тем не менее, на мой взгляд, боксеры... На канале всем боксом никого не обидите. Но, тем не менее, на мой взгляд, боксеры намного организованы. И ты приходишь, они приезжают заранее в раздевалки, себя ждут, они знают, что им нужно сделать руки. Ты приезжаешь на тот же, там, Fight Nights, сидишь, ждешь. Причем эта услуга на Fight Nights одно время была бесплатная. Мы приезжали, просто там сидели, говоришь, ребят, давать. Не, братан, мне не надо ничего. Я вообще не понимаю, тейпируются многие. И такое. Ибо надо тейпироваться, они где-то ходят. Потом приходят, за 15 минут до боя сделай тейп. Еще больше всего мне нравится, там, секундантно сделай мне тейп, я, говорит, срежу и тренироваться мне будет. Господи, я говорю, зачем тебе это вообще? Не трать мое время, пожалуйста. Есть такие любители, сделай по-братски. И, конечно же, одно из самых сейчас ярких – это кулачные бои. Кулачные бои. В кулачных боях у тебя прибавилась работа по сравнению с боксом, скажем, в углу именно? Слушай, я могу сказать так, что работа на боксе в углу теперь для меня кажется прогулкой по арбату просто. Это такая, как бы, light-light. Сечку видишь, такой, ну ладно. Не спешишь спокойно. Раньше такой, а, сечка, и побежал. Кровь из носа, побежал, быстрей, быстрей. Как пидстопа. Сейчас все спокойно. Получается, как пидстоп. Реальный пидстоп, да. Минута, пидстоп, тут, бам, надо быстрее сделать. Вот самый пидстоп у меня был, это, блин, нашумевший бой Чибис с Баваром. Чибис с Баваром? Я работал в углу Бавара уже, да. Там очень было тяжело. Мы работали в четыре руки, это было безумно сложно. Остановить все это было бы просто нереально. Ну, такой бой бы остановили, а на любителя даже не спрашиваю. На профи боксе остановили бы бой, где столько сечек. Я думаю, да. Я думаю, остановили бы. Рефери бы минимум термозного боя. Но только не то у нее в топ-доге. Слушай, ну это же, блин, гладиаторы. Да? Мы, я считаю, что мы недалеко ушли от античности. Видимо, до сих пор нужно хлеб и зрелище. Я считаю, что мы от состояния приматов недалеко. Вообще-то. Может быть, да. Потому что мы ими остаемся. В чем-то, в чем-то, наверное. Свою природу невозможно изменить. И получается, это самый твой запоминающийся бой, да, на Кулатах? Чибис с Баваром? Или какие бои еще тебя запомнили? Слушай, знаешь, на самом деле, на кулачке каждый бой запоминающийся, честно скажу. Потому что домой потом приходишь. Тебе еще пару дней флешбеки догоняют. Да. У всех причем. Да. Ну, реально. Пару дней ты еще, тебя еще немножечко под это, подтряхивает. Но я от боя, просто, есть эмоциональная составляющая. Если мы берем начало топ-дога, да, когда я пришел-то и думаю, блин, куда я попал вообще? Что происходит? Какие-то пацаны, которых не знаешь. Для тебя это были просто руки и лица. Ты пипируешь, ты с ними еще даже не знаком, в принципе. Руки и лица. Ну, на самом деле, это руки и лица. Ну, честно. Ну, как бы, ты делаешь руки и работаешь с лицом, как бы. Все. Ты даже имена не запоминаешь. Ну, представьте, через тебя прошло 40 человек. Каждый тебе... Ты один, а их 40. Каждый подходит, Паш, там, привет. Да, и то тоже, если запомнили. А ты смотришь, потом подходишь, а как его зовут? У меня вообще с именами беда, так что. Вот. Вот. А сейчас уже на протяжении, там, десяти, да, я не работал на двух топ-догах всего. Первый у нас работал только Денис. Первый топ-дог, который был еще в подвале, на площадке, да, там, на парковке в Сити, да. И я ранее работал, по-моему, на четвертом, потому что параллельно был турнир боксерский в Владикавказе. Я туда улетел. Вот. И на протяжении, возьмем, восьми, да, топ-догов, на которых я работаю, ты уже с пацанами со всеми общаешься, даже вне боев, списываешься в Инстаграм, мы друг на друга подписаны, ты, есть определенные симпатии в любом случае, и ты за них все равно переживаешь, и как за своих. Даже когда был бой, вот, Веснинок с Мельником, да, мне очень нравится и один, и второй, и, блин, я работал с Веснинком, как-то с ним так прям проникся очень сильно в первом бою, и вот второй бой тоже, и очень сильно переживаешь, все равно как за своего уже. Это жесть, да я знаю, что я побывал тоже в углу, в углу на топ-доге, это жесть просто. Это сложно, и ты переживаешь прям реально за них. И в бой Бавара с Чибисом так получилось, что, ну, мы как бы распределяемся, да, работает команда Каффманов, мы распределяемся по углам, и бывает, что не всегда ты попадаешь... Предпочтения как-то бывают какие-то, или не без предпочтений? Мы стараемся без предпочтений, мы работаем просто как бы, работаем с кем работаем. Есть отдельные ребята подходят, уже просят, слушай, пожалуйста, выйди со мной в угол, там уже говоришь, да, но это приходится опять-таки свои перетрубации какие-то делать, пацаны, давайте поменяемся, там с кем-то лишние телодвижения, но периодически идем, конечно, на встречу, потому что в любом случае хочется, чтобы бойцу было спокойно. И я могу сказать, что когда закончится бой с Баваром, Чибис Бавар, я очень сильно переживал за одного и за второго, хотя я видел, как Чибис пахал в зале простого бубуса, это, конечно, просто было, сколько он там фото спил. Чибис и сейчас пахает, на самом деле, и здесь. Он постоянно пахает, он молодец, я считаю, он прям достоин вообще чемпионского боя, причем давно уже. Это, блин, самый первый. Он и будет. Первый проходец. Да-да-да, первый проходец в этой весовой, мне кажется. вот, и я после боя прям орал, то есть мне настолько прям, я перевозбудился, адреналин, меня настолько захлестнул, что я просто повернулся, а люди сидят, а я прям… А ты во время боя вообще получаешь удовольствие, смотришь, там, бои? Ну, то есть… Да, да, конечно, бои, конечно, смотришь. Ты получаешь удовольствие, но только, если там не близко тебе человек, тогда ты же начинаешь… Да нет, в любом случае удовольствие получаешь, ты как бы просто переживаешь, но все равно получаешь удовольствие, и кайфово смотреть. Пацаны, мне нравится очень матчмейкинг в Топдоге, мне очень нравится, как делают бои, какие пары составляют по силам разница в стилях очень клево когда конди рубака парень выходит с технарём и получается получается супер бой про топ-дог смотреть следующие выпуски если они вообще будут если вообще интересно такие форматы вы пишите комментарии слушай а покажи что то еще берешь собой в бой вообще что вообще что это за причиндалы не побоюсь того слова давай так в первую очередь да у меня есть причиндалы причиндалы тейперские мои чипсы принглс чипсы принглс рулят да это такой лайфхак самого начала кто-то мне не помню кто показал обмотали тейпом и погнали тейпы вот так разные принес показать здесь это как в аптеке да нет нет никак в аптеке здесь это специальная согласно правил боксерских правил длина и ширина тейпа сколько у него ширина ширина 2 с сантиметра длина 10 метров у некоторых 13 разный разные фирмы и разный состав ну как бы тейпа ребята если вам вообще интересно чтобы мы провели профессиональный тейп что показал паха по боксу на голых кулаках все рассказал показал вы должны что вы должны в первую очередь быть подписаны на его инстаграм вот здесь вот написано где он находится на канал всем бокс лайк поставить комментарий написать и тогда вы просто видео не заставит себя ждать да вообще легко и дальше поехали это полагала давай это мы уберем сразу на место да в общем тейпы разная длина разные фирмы это тоже это офигенный тейп бритиш бритиш боксинг это варты классный классный тейп и 1 и 2 но больше не поможет дороже на 100 чем ну слушай один тейп почти 500 рублей давай так ценник но и скажу один тейп это сейчас и в аптеку придешь и обычный тейп да есть люди которые покупают до сих пор на бои себе ликопластырь обычный бинты тоже специальные сумочка но все же должно быть все же должно быть качественно всякие мелкие маленькие бинты вот я принес специально распакованные они регламентированы до 5 сантиметров шириной 15 метров длину 5 на 15 и два с половиной на 10 либо на 13 вот ну есть такое как бы негласное правило на одну руку один бин один тейп по боксу ага то есть это за этим следят на боксерских на титульных на титульных поединках маленький 5-метровый один вот как с таким маленьким тоненьким вы помните боксерский обычный магазин вот тоже тут такой маленький и такой маленький и как из этого сделать плотный тейп не вот очень интересно это магия если они и если если зрители поставят комментарий подпись на меня подпишись на канал всем обязательно и конечно лотенца чтобы выкидывать нет подожди до полотенца мы дойдем ножницы у меня есть ножницы которым не подарил мой друг я хранил как зеницу ока вот это мои первые ножнички да такие и и такие вот у меня футлярчики есть ножнички которые мы срезаем тейпы уже после после бою смотри какие ножницы смотри райвал ну слушай есть еще круче на самом деле есть такие которые сами режут но что можно сказать что мы же знаем что глава фирмы райвал он сам катман да сам катман глава фирмы райвал в углу васила маченко да вы можете увидеть да мы с ним пересеклись как-то на бое петербеева здесь москве и мой друг задал вопрос раз что вы скажете мало дым катманом из россии он сказал с этим невозможно завязать ответ на кто-то подумал что у него своя компания по производству экипировки он состоятельный человек и вот на лагеря вы счет мы должны надо с боксером он же в лагере вместе конечно 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 что я хочу думаете на бой это в лагере на каждый спарринге на мешок до постоянный муты и ты чё блять не сломается и банек потом полететь это точно все так дальше ну начнем давайте начнем доспехов вот такие вот манжеты которые надеваем у всех они разные у меня шляпа и борода такой мой маленький личный уже бренд я бы сказал и такой у меня манжетик они продаются вазелин мы мы делали под заказ вазелин 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 служит не для тех целей которые вы подумали итак вазелином мы обмазываем лицо боксеров и бойцов перед боем непосредственно за там минут двадцать тридцать первый слой непосредственно перед боем второй слой чтобы кожа стала чуть-чуть эластичнее мягче чтобы избежать лишних рассечений а я же вот когда определенное количество что можно доносить иногда там говорят посылает рефери вытригывает когда много ну когда много много да вообще по факту мы должны обмазывать грубо говоря острые края нашего черепа надбровные дуги скуловые кости да чуть-чуть чтобы удар более-менее скользящий да да больше чтоб кожа потому что здесь острые острые края и чтоб при ударе либо при ударе на кулаках поможет это ну чуть-чуть помогает любом случае как минимум кожа становится эластичной так с доспехами разобрались айрон да кстати у меня ребята я очень много работаю с осетинами есть наш прославленный российский тренер виталий константин числанов тренер мурат агасиева они очень смеялись осетин на стенском защитки рон и они говорят вот и теперь доктор и рон летая в осетию на турнир теперь уже свой человек свой человек да походы как и кстати все наверное думаю что у марата прозвище железный на самом деле и рон осетин куда-то супер сайт информации они обыграли красиво потому что железный айрон он только один в этом мире был есть и будет дальше что мы делаем адреналин ребят мы его переливаем он здесь в ампулах сейчас расскажу для аптеки да просто да адреналин из аптеки продается он по о чем по рецепту да только по рецепту конечно вот таких вот ампулах мы их шприцами переливаем во флакончики вот такие вот и обмакиваем в них вот такие вот ватные палочки специальные с такими большими турундами и продаются да да вот компания как раз empire pro tape реклама пакет кстати единственный мой друг единственный дистрибьютор в россии вот этих вот этой фирмы прикольно очень хорошие очень вовремя занял вовремя занял реально вовремя занял сейчас работает уже с федерацией там поставляет палочку макаешь палочку макаешь да адреналин и в рану вот так есть определенные техники которыми вы сможете овладеть на моем следующем семинаре кстати это семинар провал семинар именно пока пока провел один семинар сейчас готовлю готовлю большой большой курс именно очень интересно это очень интересно будет и для тренировок мне вот очень интересно я пойду очень очень сложно на самом деле выйти я очень хочу выйти на федерацию бокс москвы хотя бы чтобы очень хочется чтобы тренеры наши современные знали и умели потому что не всегда есть это уже необходимость конечно не всегда есть не всегда есть возможность на пригласить я готовлю сейчас я уже проводил один на андреевич кауку паса в зале буквы джим любимом вместе проводил один семинар пришло немного человек было восемь человек но тем не менее ребята сейчас уже некоторые практику и девочка одна яна обещала наша сработает на кулачки кстати в белоруссии замес по моему замес замес и все что такое но не будем замес белоруссии только один на границе с польшей с адреналином разобрались полякам говорю держать границу вазелин вазелин я взял с собой вот такой это одна фирма заказывается на озоне есть раньше он был только на iherby и кстати так получилось когда чем когда я проблему что ли вазелином я просто не интересовался но он есть разный есть который течет не течет течет вязкий ну короче есть определенные нюансы тоже с ним поэтому ну не просто так знаешь там типа пошел купил в тюбике вот этот в аптеке вазелин ты ничего не сделаешь вообще не поможет никак здесь специальные изначально покупали только на iherby и так получилось что практически только начали работать и он появился на озоне можно было заказывать сейчас я пользуюсь другим вазелином тоже компания empire pro tape это взял просто потому что у меня не влезло уже в сумку все давай дальше тут столько я не понимаю ты все компании которые сегодня назвал они мне что пришлют денег нахуй на самом деле это реклама не компания реклама моего друга и вот этот друг когда слышишь друг когда я пойду на курсы паша и все научусь ты сразу меня обеспечишь этими вещами сразу обеспечишь да понимаешь такие вещи но в любом случае бренд здесь есть люди увидели я мог ничего и не говорить короче вот они вряд ли они сейчас бросятся поостанавливать и приближать и сначала кому-то разбивать а потом латать дальше очень важный момент это перчатки так его по резине на обычно медицинские перчатки обычные медицинские без них никак нельзя потому что ну как бы может завести инфекцию меняешь меняя после каждого боя меня есть бывает там во время боя не у тебя могут порваться все равно меняешь после каждого боя даже даже между рандами пшикаешь вот такого штучкой антисептиком на руки чуть обработал и черного нет не только не только черного я бы использую разные синие и белые коллега есть сейчас знаешь на самом деле с пандемией они стали вообще стоить как золотые слитки перчатки на руси все как золотые слитки дальше что еще на всякий пожарный нашу с собой вазелин в шприце выстрелить чтобы глаз да чтобы иногда иногда приходится использовать так чтобы закладывать его все чуть-чуть чуть-чуть удобнее удобно получается действительно мне кажется надо хуя удобнее или нет не всегда это сподручно бывает ну как бы ты же работаешь ты одна рука и там взять и шприцы все как бы тебе проще сделать все руками иногда ну с вазелином понятно обязательно вот такая вот штучка я использую только практически только на боксе на боях на кулачке и на смешке ну как бы на боксе ты выходишь практически с одним боксером и как бы чтобы она не от тела к телу я не перекладывать ты один раз использовал потом любом случае используешь zip пакет у меня кстати ну к сожалению нет сейчас с собой такие обычные пакеты в них лед накидываешь и вот используешь ее прикладывать на затылок к вискам чуть охлаждаешь как ты то есть в перерыве между раундами у тебя какой-то типа идет один набор да вот этих вот прикладываешь то есть сначала шея потом по какому-то плану ты или в зависимости в зависимости ну например если да по пропускать по ребрам где-то там к ребрам к ребрам к ребрам привозь чуть остужаешь где-то по желанию самого боксера некоторые говорят там мне вообще не надо самое классическое место всегда это за тылок голова внизу шеи потому что у нас здесь регулятор температуры мы вот охлаждаем потому что бывает что они прям сидят я иногда поливаю тоже это на последнем на последнем на последнем бою ну да да на последнем бою с Аланом Кугаем очень хорошо взбодрил кстати выиграл парень нокаутом очень хороший восьми раунда и бой в седьмом раунде потянуло хорошо на себя сделай как дал и лицом вниз да и бывает так приоткроешь и слегка польешь прям водой со льдом бодрит очень хорошо короче нюансы тонкости дальше в таком футлярчике я ношу специальные такие ватные тампоны которые очень хорошо впитывают кровь кровь у нас иногда прикладывают глубоким глубоким расчетом да это медицинские медицинские официальные тампонеры много видишь девайсов которым приходится пользоваться чтобы не делать саму вату не рвать конечно конечно раньше и раньше я наматывал просто наматывал эти ватные палочки сидел конвейер руки в мозоли потом нашел вот эти вот и покупаю так это что можно сразу выпасить так дальше утюжки вот это мне нравится я давно хотел такие штучки попробовать баня еще они очень реально тяжелые скажу они намного тяжелее чем чем я ну да выглядят они намного легче это какой-то с блатным на зоне пацаны сделали нет нет это мне на самом деле сделал друг у меня есть другом короче фотограф и папа по совместительству сварщиком работы фотограф сварщик фотограф сварщик да я просто я раньше работал на производстве вместе работаю вот он не сделал из нержавейки сделал такую красоту пользуюсь кайфую очень удобный охлаждает тоже очень хорошо и как можно охладить человек по голове вообще расскажи ты его в чем держишь где-то на льду на льду на у тебя у тебя с собой лед в углу да в углу специально либо в ведре либо в сумке в холодильник и там это постоянно всегда адреналин возле ты видишь ты это в каком случае это используешь если сечки если если гематома но я всегда ты с ним выходишь всегда он вот здесь висит ты выходишь с ним вообще все время то есть ты на каждый раунд изо льда достаешь и одеваешь да надел его на руку все если что-то надо ты его чик сразу по месту снял предложил и продолжаешь работать что и где-то гематом как кайфа работаешь где-то бывает как бы ты даже не пользуешься иной раз ты его держишь уже на автомате просто работаешь там короче получается да все что нашло до этого нашло больше просечения вот эти палки вазелин да вот а это понимает по гематоме но вазелин вазелин также на гематомы тоже наносится так и что еще а кстати я еще использую для того чтобы изготовить подушечки для тейпов использую такие вот пластины члены такие свои уже лайфхаки просто я распотрошил вам просто всю сумку уже все же здесь есть больше ничего не осталось вот как-то так большой большой набор большой набор честно говоря говоря очень интересный очень интересный прям честно говоря мне прям саму захотелось попробовать что-то такое сделать вообще ну можно будет как-нибудь организовать такое че то захотелось а как вообще вот расскажи вот не то когда если мне захотелось а если это кому-то захотелось как даже создается как вообще стать как карта касса и но смотри я могу рассказать только на своей истории как у меня получилось я могу рассказать то есть уравния chairman по боксу В Москве. Да, в Москве. Работаю тренером по боксу, и однажды мне один клиент сказал, что, слушай, ну, парень бизнесмен, что-то мы с ним разговариваем, он говорит, слушай, а попробуй бы развиваться еще где-то около бокса, около тренерской деятельности. И так совпало, что, ну, как бы в моей жизни всегда происходит так, что у меня появляются люди вовремя, которые что-то скажут, я люблю прислушиваться к людям, делать выводы определенные и принимать решения, так скажем. И так совпало, что буквально он мне сегодня говорит о том, что попробую развиваться около бокса, я день что-то думал-думал, вечером захожу в Инстаграм и вижу, был подписан данного тренера Ростовского, вижу, что он там прошел курсы катминские. И списали с ним, Дмитрий Лучников, у нас есть такой катмин. Это, да, известный сам. Да. И, в общем, прошел у него в восемнадцатом году первый семинар, я у него прошел, я прошел у него их три-два раза подал. В общем, семинары есть, там какие-то сертификаты ты получаешь или как? Да, сертификаты они не именные. То есть, это получается сертификаты ты получаешь, а когда ты там себе предлагаешь какому-то бойцу, ты что, думаешь, у меня есть какие-то сертификаты или это даже не спрашивают никто? Главное, как ты умеешь делать? Слушай, ну, изначально, да, говорили, что типа вот я там-то, там-то прошел такой-то семинар. А не только Дима делает курсы, и Антон Кадушин как раз-таки тренинг наши сборные, которые сборные возил в Токио. Он тоже периодически проводил в свое время. Андрей вроде на уменько делал, ну, как бы есть, иностранные есть, как бы в свободном все доступе. Если захотеть, все можно прочелать, посмотреть, конечно. и все, и стать тем, кем ты хочешь, если ты хочешь. На самом деле, не обязательно иметь какое-то там медицинское образование, как бы, но в любом случае знание анатомии, знание там кровеносной системе. Без образования, партнер принимают, без образования. Вот, кстати, про полотенце я забыл, надо сказать. Полотенце у нас нужно для того, чтобы лицо боксера обтереть. Иногда используют салфетки марли-классерные. Сразу же ты обтираешь лицо? Да, 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 мы подходим, сразу вытираем, вот это вот просто вот этот хлам потом выбрасывается. А какая у тебя процедура, смотри, если приходит боксер в угол, если у него нету там сеечек, там гематом, ты что делаешь? Что-то делаешь? Я просто его охлаждаю, смазываю еще раз вазелином, и все, да. Вообще, по факту, практически всегда есть что делать. Всегда, да? Ну, где-то скользящие удары какие-то маленькие, где-то нарастающие гематомы. Ну, то есть, задача не только работать с тем, что есть, а проводить профилактику. Если видишь покраснение, сразу туда шлек холод. Все нормально. Ну, это так, вкратце, я на самом деле, ребят, не хочу лишнего рассказывать, потому что сейчас люди верхушек нахватаются и будут думать, что они катманы, и пойдут все отличить. Не будут думать, нужно проходить курсы. Да, обязательно. Нужно полноценно обучиться в любом случае. Поэтому, что не будем дальше пока секреты раскрывать. Да. Я еще хочу тем затронуть, что я сегодня не просто так пришел в Панамке вот с такой вот фальзагнутой, и я так Панамку сделал, потому что я у Паши увидел, что он так делал Панамку. И я спрашиваю, Паш, ты откуда так сделал Панамку? Блин, я это сделал так с Португалией. На самом деле, очень банальная история. Я приехал к другу в Португалию, и я там в первый же день, в общем, сгорел сильно и купил себе просто вот такую вот на два размера больше льняную Панамку. подогнул края, потому что он реально был вот такой аэродром. Подогнул края, мы тренировались с ним, и, в общем, я заснял видео боя с Тенью просто на обрыве, огромный обрыв, это был в Пенише, на краю Атлантики, грубо говоря. И видос получился под музыку из фильма Рокки. Меня потом заблочили, заблочили как раз-таки инстаграм заблочил, враги бокса, инстаграм и враги бокса заблочили мой видос. И, в общем, он получил, у меня не было раскручено, у меня было еще тысяча подписчиков, и из этих тысячи подписчиков он набрал полторы тысячи просмотров этот видос, и все начали писать, он там взорвался просто хорошо, я на нем так хайпанул, типа вот как Рокки, как Рокки, что-то такое было. И, в общем, я когда приехал в Москву, нашел вот эту вот панамку, надел ее так же, подвернул края, и вот уже там сколько, четыре года практически. Не снимаю. Не снимаю. Как будто вообще не снимаешь. Да, 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 я не тренирую, но сложно найти вторую такую же. Поэтому, ребят, кстати, если у кого-то есть хороший швея, либо вы знаете, где достать такие панамы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Дело не в деньгах, дело в качестве. Просто напишите. Напишите в комментариях по нам. Да. А еще можете подписаться просто на Пашу в инстаграме и написать ему в личку прямо. В личку, да. Напишите, что есть. Знаете, кто может сделать. Если конкретно. Он может заплочить, если кто что. Короче, Паха, приятно было с тобой поговорить. Это такой новый у меня формат, у меня не было такого на канале. Какие ты первые? Ну, почти с первым номером пошел. Сегодня только разговаривали. Я в свое время смотрел одну, не будем ее называть, одну из обучающих таких. У нас был обучающий формат на ютубе ролики всякие. Я, в общем, эти ролики смотрел с Ромой. Да, да скажем, да, ладно. На канале Бобо уже. Да, да. На канале Бобо смотрел ролики с Ромой и с другом делились. Он говорит, блин, с Ромкой прикольные, прикольные выпуски, прикольные выпуски. И вот. Теперь уже в другой роли я сегодня присутствую. Короче, самое главное, блин, дело к ночи. Хочешь увидеть, как реально тейп, кулаки, бокс, пиши комментарии, подписывайся на Пашка, на канал Все Боксы подписаны. Если нет, то ты должен, по-моему, чувствовать что-то за собой. Ну, поставить лайк, да, и написать комментарий. Всем бокс. Все. Пока, ребят. Спасибо.